Уже в эту среду, 26 ноября, забайкальские депутаты рассмотрят в первом чтении проект бюджета края на следующий 2015 год. Из-за огромного дефицита он обещает быть крайне тяжелым. И на этом фоне разговоры о денежных средствах, потраченных регионом на проведение студенческой весны стран ШОС, звучат особенно остро. В частности, отдельные депутаты предлагают продать одно из общежитий, построенных специально к мероприятию, а на вырученные деньги профинансировать исполнение некоторых социальных обязательств. В свою очередь, губернатор Константин Ильковский уверен, что на ШОСе край отнюдь не потерял. А наоборот, выиграл. К тому же, новое общежитие будет использоваться как служебное жилье для забайкальских учителей, спортсменов и врачей. Во что обошелся ШОС? ШОС обошелся в миллиард 100 миллионов рублей. Ну, округляю цифру. Что туда входит в этот ШОС? Значит, в этот ШОС входят два общежития, которые мы построили. Поначалу цифры назывались 350 миллионов рублей. На самом деле, нам общежитие, каждое общежитие обошлось по 250 миллионов рублей. Ну, одно 240, одно 260, и того 250 в среднем. То есть, вот они нам обошлись 500 миллионов. Значит, одно общежитие будет профинансировано за счет федеральных денег. Плюс федерально нам дали на это проведение 300 миллионов. Итого, 550 миллионов рублей – это федеральные деньги. Остальные 550 – это наши деньги. При этом, в этих 550 – 250 миллионов – это еще одно общежитие, которое пойдет на служебное жилье для нуждающихся групп. Для учителей, для спортсменов, для врачей и так далее. А остальное, то, что есть, мы тоже постарались сделать так, чтобы… Да, и вот в этих оставшихся 300, больше 100 миллионов сидит – это дорога. Собственно, вот наш вклад в ШОС – это 180 миллионов рублей. Но я считаю, что все-таки ШОС, он сделал что-то более узнаваемым. И не только в России, а сделал я узнаваемым в том числе и в странах ШОС.